приветствую всех на своем канале на одном из своих белых фалинопсисов я уже показывала вам как длина светового дня влияет на размер цветочков сегодня на примере этой красотки хочу вам показать также влияние длины светового дня но на орхидейку в целом и с использованием небольшой досветки замерю сейчас каждый листочек и вы увидите насколько большая разница между зимним и летним освещением а также сможете решить нужно ли вам дополнительная досветка или нет вот с этим листиком она ко мне пришла было у нее кажется три или четыре листика своих немножко подгорел на это подгорел он у меня уже вот этот листик орхидейка уже у меня вырастила он намного крупнее это все тоже мои листы предыдущий вообще в ладонь по ширине очень крупный конечно нижние листики будут мельче потому что растение все-таки развивается взрослеет но есть большая разница между правыми и левыми листами потому что один лист развивался летом другой зимой сейчас будем замерять вот этот листик он тоже старенький который с которым растение ко мне пришло еще один или два листика уже растение отсушила сейчас вы видите кончик который остался от листочка где-то около 10 сантиметров следующий листик полинопсис растил у меня летом это было около 12 сантиметров следующий листик орхидейка растила у меня зимой 11 сантиметров сразу минус сантиметр следующий листик летний то есть весны где-то начало весны лето целых 14 сантиметров и следующий листик с конца лета вот сейчас зима закончил развиваться 12 сантиметров но и сейчас замеряем самый последний листик точнее самый первый тот с которым орхидейка ко мне пришла 8 сантиметров где-то 8 с половиной то есть получается по логике вещей растения когда развивается ее листья крупнее но несмотря на это идет чередование один лист большой другой маленький конечно относительно предыдущих они все равно подрастают размере но все равно получается один лист крупнее следующий лист мельче 2 еще крупнее следующий все равно идет мельче это идет именно за счет периода зима лето и соответственно длина светового дня смотрим корешки этим летом я пересадила фалинопсис из транспортировочного горшочка диаметра кажется около 10 сантиметров был сейчас сидит в стекле вот за лето он у меня нарастил такую неплохую корневую ни один корешок не был виден все было обсыпано король а теперь хорошо чуть довольно хорошо зарос корнями размер у нас троечка а сейчас самое интересное конечно же цветочки посмотрим какие они у нас выросли довольно крупный размерчик несмотря на то что цветонос начинала развиваться в конце лета наверное или осенью точно не помню но сейчас уже зима январь середина января и цветочки довольно крупные конечно весенне-летнее цветение будет еще крупнее сейчас проверим зимний размер вот последний цветочек который открылся один из последних 11 сантиметров далее предыдущий где-то 12 сантиметров самые первые которые открывались должны быть еще крупнее но мне такое ощущение что цветочек когда увитает немножечко как будто бы усыхает что ли меньше в размере становится сейчас я меряю тоже так же где-то около 12 сантиметров но скорее всего он был миллиметров на 5 побольше но по крайней мере должен был быть потому что во первых он открывался при более ярком освещении при более длительном цветовом дне как я уже говорила это был как был конец лета или начало осени плюс все-таки первые цветы на цветоносе они всегда более сильные более крупные убираем некрасивые цвета и ки и сейчас замеряем самый последний открывшийся цветочек он должен быть самым маленьким всего девять с половиной сантиметров получается чем ближе к зиме тем меньше размер цветочков то же самое касается листьев несмотря на то что зимой я использую досветку свечу конечно не 12 часов но все же 4 часа растение получает дополнительное освещение соответственно если бы досветки не было то разница в размере цветочков и листочков было намного заметнее некоторые утверждают что досветка просто необходимо иначе орхидея погибает я так не думаю в крайнем случае сбросит бутоны конечно еще зависит от полосы в которой вы живете я живу в центральной россии окна выходят на восточную западную сторону если вы живете севернее если еще и окна к тому же на северную сторону туда святка я бы конечно рекомендовала но это опять не означает что без нее ваши растения обязательно погибнет растение просто затормозить в развитии или вовсе перестанет развиваться главное вовремя и грамотно сократить полив чтобы не было загнивания корней а с наступлением весны растение снова проснется и пойдет в рост спасибо всем большое за внимание надеюсь видео оказалось полезным если оно вам понравилось подписывайтесь на мой канал за пальцы вверх отдельное спасибо так же всегда рада вашим комментариям всем пока